Всем привет! Я сегодня приехал в экспо-центр в Москве, чтобы показать вам настоящую битву роботов! Здесь офигенная атмосфера! Народ столпится с 7 утра и ждет эту битву роботов! Я жду горячих финалов и полуфиналов, также отличных боев и новых механизмов для боевых роботов! Let's go to the Rumble! Для меня битва роботов это знаковое событие, потому что первое видео на моем канале было как раз с битвы роботов! И это было 6 лет тому назад! Почти целая вечность! Здесь сегодня команды показывают как свои технические навыки, так и умение работать в команде! Здесь собрались лучшие инженеры по боевым роботам! Смотрите! 2, 1, поехали! 2, 1, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, что внутри у него? Внутри вот бак с газом, с жидким. Здесь жидкая углекислота. Переходит, здесь два ресивера у него. Здесь жиженый газ переходит в газообразное состояние. Из газообразного через два клапана попадает поршень. Ну, поршень поднимается, глюк открывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сами привода для колес. Привода для колес, они вон там, камеры. Я не знаю, вот камеры как посмотреть. Вот они, они. Там редуктор 6 к 1. И без коллекторный мотор стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы вообще участвуете долго в боях? Потому что я, мне кажется, вижу на каждых соревнованиях вас. Ну, мы заразились в 2015 году этой историей. И как бы остановиться уже просто не можем. Когда одного робота создашь, это все, это уже втянулся полностью. А тем более мы еще втягиваем народ постоянно. У нас уже три команды физически. Ну, отлично. То есть у вас прям целая, можно сказать, уже корпорация. Корпорация роботов. Не, мы это называем сообщество уже. Большой брат – это сообщество. А дальше там Webber Labs команда, Webber Robotics – это команда. А Большой брат – это сообщество. На, ты сходишь как-то неправильно. Давай, давай, давай. Отлично. Теперь... Я тоже в сообществе Большой брат. Да. Но вообще, как бы, не только сложно создать самого робота, нужна работа в команде, но и нужна еще работа в команде на ринге. Что самое сложное именно по управлению, по самой битве? Сложность, на самом деле, преодолеть себя, когда управляешь им. Просто ты берешь на себя всю ответственность за команду. То есть просто так вот дать пульт человеку и сказать, на, иди, поиграйся. Ну, это уже как не то. А кто у вас пилот? Я. Ну, это битва, что еще отдельные кнопки какие-то есть, да? Отдельные кнопки на ринге, да. Управляем ловушками мы. То есть и мы, и соперник. И если это эффективно сработало, подкинули, или там молотом... Добавляет очки. Ну, а что бы вы сказали молодежи? Как вообще мотивировать молодежь идти в инженеры? Ну, я бы сказал, по-любому это надо, это пригодится. Просто... Это очень интересно, да. Познавательно, заманчиво, да. И головой работаешь, и руками, и стратегию разрабатываешь. Да, под каждого соперника нужно свою стратегию иметь. То есть, на самом деле, это очень сильно развивает человека. Ну, очень здорово. И как раз такие вот яркие мероприятия позволяют все больше и больше молодежи привлечь. И полная трибуна, это, конечно, очень здорово. Да, это хорошо, сейчас популярность набирает опять. То есть, у нас до пандемии была какая-то популярность. Сейчас она опять приобрела. Но сейчас мне нравится то, что госкорпорации включились. То есть, сейчас уже появились реальные спонсоры у людей. То есть, мы можем уже строить, как бы, не в ущерб себе. Помощь деньгами, да. Ну, это здорово. Ну, и здорово, что корпорация РусАвтон вас поддерживает и действительно дает возможность усовершенствовать и делать все лучше и лучше конструкции. Да, и самореализоваться, как опять же. Мы и на работе самореализовываемся, и вот на таких мероприятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Еще одним участником полуфинала чемпионата по битве роботов становится команда Energy Girls! Так, как вам мероприятие? Очень круто! Какая цель? Очень зрелищно! Какая цель? Цель популяризировать робототехнику через такое зрелищное шоу, чтобы молодежь вовлекалась, строила роботов. Вот сегодня мы объявили о том, что будем создавать школьную лигу, потому что очень большое количество запросов от школьников, а требования под эти роботы очень тяжелые. В общем, они получаются достаточно дорогими, поэтому для школьников будут попроще требования, будем делать отдельно школьные соревнования. Очень здорово! Мне кажется, самое яркое мероприятие этого года! Да, и мы долго думали, когда принимали решение про запуск, но в общем, я очень доволен итогами. Подошли к стенду «Росатома». Сегодня мы болеем за команду «Большой брат», которая спонсирует как раз компания «Росатома». У них прекрасный стенд, представлены различные роботы-спасатели, и скоро начнется соревнование, и мы пойдем на самые интересные бои. Бои роботов Бои роботов — это не просто развлечение. Это способ показать себя для молодых амбициозных робототехников, и способ привлечь в робототехнику новое поколение. Ведь для того, чтобы создать робота, который может продержаться на арене хотя бы один раунд, нужно быть очень грамотным и креативным инженером. Также это престижное соревнование с общим призовым фондом 6 миллионов рублей. И биться за победу здесь будут команды не только из России, но также из Индии, Турции и Китая. А еще эти соревнования — ступень к международному мультиспортивному турниру «Игры будущего», который пройдет в 2024 году. Неудивительно, что изначально на битву было подано 190 заявок из пяти стран и 19 регионов России. А одним из ее партнеров стал такой высокотехнологичный холдинг, как «Росатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие друзья! В первом поединке четвертьфинала побеждает и проходит полуфинал нашего чемпионата команда «Рок»! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Победителем в этом поединке становится команда «Фурбомехатроники»! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Дорогие друзья! растет популярности профессия программиста настолько не растет популярность и профессия инженера а ведь мы понимаем что сам по себе код он никому не нужен он должен быть каком-то железе и вот эти вот соединение инженерной мысли и именно айтишной тематики она у нас здесь робототехники это и есть роботы это железо харды плюс вот этот тот самый код поэтому вот такое вот развитие инженерной мысли мы видим в чемпионате в первую очередь популяризацию робототехники и вовлечение людей через развлечения призыв к образованию я рад что робототехники интересуются на таком высоком уровне это действительно соревнования федерального масштаба наверняка вам приходил смс госуслуг регистрируйтесь на битве робота тем более на это есть серьезные причины например русатом не скрывает что нуждается молодом поколении робототехников у корпорации множество компаний разных направлений и в каждом есть потребность молодых инженеров готовых разрабатывать и применять промышленности решения мирового уровня желание зажечь новое поколение самыми интересными проектами и привлечь молодых робототехников промышленную цифру это прямая цель компании мирового уровня желания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, как вам бой 2 на 2? Необычно? Очень необычно. Я бы сказал, намного сложнее, чем 1 на 1. А в чем сложность? Роботы большие, площадка не особо большая. И главная сложность – это не ударить своего партнера, с которым мы не очень справились. Но это очень интересный опыт, очень понравилось, очень интересно было. Спасибо большое Алмазному воину. Спасибо, что нам дали возможность еще раз поучаствовать. Мы получили, ну, я не бурю, но все. Ну, для зрителей это было потрясающе просто. Вот этот вот накал страстей, то, что постоянные столкновения идут просто. Для зрителей, мне кажется, надо все время проводить бой 2 на 2. Мы очень надеемся, что зрителям это понравилось, потому что, прежде всего, это шоу для зрителей. Спасибо. 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 Да, ну, если есть еще возможности. Видишь, это короткое решение, потому что это контакт. Ну, пока, вот, на боку просто наваривают. Сейчас мы подошли как раз к мерчу. Битвы роботов. И вам, наши подписчики, купим какой-нибудь мерч. Давайте, наверное, что посмотрим тут. Есть всякие худи. Давайте вот это худи у вас купим тогда. И рандомно выберем комментарий к этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарий. И через пару недель после выхода видео мы выберем победителя и подарим прекрасный мерч от Битвы роботов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Мы гады. Мы счастливы. И все фанаты. Мы не были виноваты. Мы не знали. Это огромное. Москва – это огромное. Они в бутылке, да? – Да, да. – Я спросил… – Извините, извините. – Одну секунду. – Одну секунду. – Да. Я спросил много людей, и много людей для вас интересны и поддерживают. – Да, это огромное. Я думаю, что мы не последняя команда чиновского робота, которые приехали сюда и учились в «Баттл» с роботами. Может, в следующем году больше и больше чиновских роботов, которые приехали сюда и показали их силу. И, может быть, они будут более быстрее, чем нас. – Да. – Да. – Да. – До следующего года. – Да. И, конечно, вы должны рассказать информацию между вашими коллегами. и больше компаний пришли к нам. – Да, да, да. – Да. – И вы полностью уничтожили индийские роботы в игре. Что случилось? Это была ваша тактика? – Нет. Нет, значит, нет. Да, да. Потому что это последний игр. Мы очень хорошо играли, играли в игре. Да, играли в игре. Да, играли в игре. – Да. – Да. – Да. – Да. – И я думаю, что вы лучшая команда в мире. – Да. – Да. – Вы учились в многих соревнованиях. – Да. – И вы выиграли только один игр. – Да. – Да. – А, наш капитан. – Он только потерял один игр. На каждом уровне. На каждом уровне. На каждом уровне. Семь лет один игр потерял. – Да. – А другие все победили. – Да. – Это было потрясающе. Все ваши игры, все ваши победы. – Да. – Мы хороши. – Удачи! Поехали в России. – Да, спасибо! Мы любовь в России. – Спасибо. – Ну вот, и битва роботов подошла к концу. Это были невероятные эмоции. За каждую команду ты болеешь. Роботы разлетаются в разные стороны. Мне кажется, это самое лучшее мероприятие популяризации робототехники. Хоть и победила не российская, а китайская команда, все равно мы получили огромное удовольствие. Поэтому, если вам тоже понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках!